Эту новость можно озаглавить громким «Прощай, легенда», ибо Заволжский моторный завод, или сокращенно ЗМЗ, свернул выпуск атмосферных бензиновых восьмёрок. Этот мотор, недавно отметивший 60-летие, пережил почти всех, кому предназначался. Остался лишь старичок ПАЗ-3205, которому теперь предстоит перейти на дизельные четвёрки ЯМЗ. Они мощнее, экономичнее, но, разумеется, дороже. Таким образом, продукцией ЗМЗ останутся только бензиновые 16-клапанные четвёрки из серии ЗМЗ-409. Их единственным массовым покупателем, напомним, сегодня остаётся Ульяновский автомобильный завод. Годовой объём выпуска 409-х сравнительно невелик — порядка 35 тысяч агрегатов. А потому появились слухи, будто сборку движков перенесут в Елабугу на моторный завод, которым прежде владел Форд. Как известно, на бывшей фордовской площадке, ныне принадлежащей компании «Солерс», вскоре наладят выпуск турбодизелей для грузовичков «Форд Транзит». И дезагрузка новых мощностей сборкой моторов ЗМЗ выглядит вполне логичной. Впрочем, при таком раскладе жители нижегородского города Заволжье без работы не останутся. В городе продолжит работать огромный «Рассолит», плотно загруженный заказами по производству алюминиевого литья. Совсем недавно стало известно, что марка «Рено» не будет выводить новейший «Логан» и «Сандеро» на важный рынок Бразилии. Хотя дебют модели вовсю готовился. Поэтому мы предположили, что глава марки «Лука де Мео» и нас оставят без французских или, если угодно, румынских бюджетников. Ведь будущую «Гранту» строят на логановской платформе, а «Босс Рено» не любит плодить внутренних конкурентов. Однако новости из Тольятти утверждают обратное. На «Автовазе» прошла модернизация линий сварки, окраски, сборки и контроля. А сейчас кипит работа по установке сварочных линий для изготовления шасси. Пока старт производства «Логана» и «Сандеро» третьей генерации назначен на середину 2022 года. По словам инсайдеров, наша версия седана будет похожа на турецкий вариант модели. Но агрегаты получат другие, включая некий новый движок. Логично предположить, что это будет 150-сильный турбомотор от «Арканы» и «Каптюра», но подтверждения этому еще нет. Продолжение следует...